Всем привет! С вами Елена Критская. И сегодня я бы хотела поговорить о духах. Вернее, о том, как выбрать хорошие духи, не ошибиться и не купить подденку. Почему нас стала так волновать проблема выбора хороших духов, подлинных духов? Это прежде всего потому, чтобы не навредить своему здоровью, да еще не пахнуть дурным. Вернее, изучив официальную информацию, я нашла аж 20 признаков, как отличить подделку при выборе парфюма. Но сейчас я не буду об этом говорить. Я расскажу об этом в следующем ролике, где подробно разберу все эти признаки. А на сегодняшний день, к сожалению, мы сталкиваемся с подделками везде. Это и при выборе хорошего вина, это и при покупке лекарственных препаратов, одежды, аксессуаров и так далее. И я, изучая тему парфюмерии, которую очень люблю, за многие годы, знакомство с ней определила для себя 6 признаков, которыми я сама руководствуюсь при выборе парфюма. И сейчас я подробно расскажу вам об этом. Вот мой чек-лист, который включает в себя эти 6 признаков. Спирт, стойкость, прозрачность, шлейф, букет и раскрываемость аромата. И сейчас я остановлюсь на этих признаках более подробно. Первый признак. К этому признаку я отношу качество спирта. Если от духов разит, то есть он пахнет просто сивухой. Это подделка 100%. И определить это очень легко. Вы берете просто флакон, нажимаете на спрей. И все, что вы чувствуете, сразу можно определить, хороший спирт или плохой в тех духах, которые вы хотите выбрать. Плохие духи можно отличить сразу по плохому спирту. Многие женщины даже не догадываются, насколько опасны для здоровья дешевые подделки духов, пахнущие спиртом. Потому что если духи пахнут спиртом, значит для их изготовления использовался не парфюмерный спирт, а технический, метиловый, страшно ядовитый и опасный для здоровья. Так как содержание спирта в любой парфюмерной продукции составляет 80-90%, то проверить его на качество спирта не помешает. И вот три простейших способа проверки духов в домашних условиях. Ну, если вам уже посчастливилось, купите поддельный парфюмер. Дожгите немного жидкости. Если она горит голубым огнем, значит все хорошо. А если зеленый, это ядовитый металл. Можно срезать дольку картофеля и обмакнуть его в жидкости. И если через несколько часов картофель не изменит цвет, все в порядке. А если он прозовел, это знак опасности. Формальтегидная пробка. Возьмите медную пробку и раскалите ее на огне. После чего опустите в жидкость. Если появился резкий неприятный запах, это метанол. И как же так получается? Почему многие производители парфюмерной продукции используют технический спирт? Все очень просто. Такой спирт не облагается акцизом, так как предполагается, что он будет использоваться исключительно в очень дешевых, моющих и чистящих средствах, а в недорогой парфюмерии и алкогольных напитках. Берегите свое здоровье. Не покупайте плохих духов, даже если они стоят за предельные деньги. Во Франции для производства духов используются исключительно парфюмерный спирт. Что же это такое? Парфюмерный спирт производится из виноградного спирта, самой высокой степени очистки. И поэтому он не имеет вообще никакого запаха. А если же спирт имеет запах, то это влияет на букет и добавляет к нему так называемые альтегидные ноты. Но помните, кроме испорченного букета, вы можете испортить свое здоровье. Второй признак. Это чрезмерная стойкость аромата. Многих женщин очень радует, когда аромат держится сутками, а то и дольше. Пахнет в шкафу у бабушки нащобой, столько лет тушились, пахнет одежда. В общем, многие считают, что это очень хороший стойкий парфюмер. И именно по этой сверхстойкости говорят о том, что это подлинный парфюмер. Но я хочу их огорчить. Хорошие духи должны звучать на коже 6-8 часов. Максимум 10-12. Я говорю именно о тех духах, именно о духах неопарфюмированной воде, туалетной воде, которые звучат на коже гораздо меньше. И, конечно, я говорю о французских духах. Если же аромат парфюма ощущается намного дольше, то это означает, что в него добавлен специальный фиксатор запаха, который называется диетилфталан. Его токсичность до конца не изучена. И поэтому он пока считается средне-токсичным. То есть люди сразу не умирают. Они приобретают сначала сыпь на коже появляется, зут и все остальное. То есть все остальные прелести. Так что во Франции категорически запрещено использование парфюмерии диетилфталанта. И поэтому все хорошие духи должны соответствовать именно 6, пахнут всего лишь 6-8 часов. К третьему признаку я отнесла это чрезмерная прозрачность аромата. В состав дорогих духов, элитных духов, обязательно должны входить натуральные органические компоненты. А это, как известно, может иногда вызвать небольшой осадок или помуднение. И если их нет, это значит, что в духах ничего нет, кроме дешевой химии. Высокая цена французских духов определяется именно этими страшно дорогими натуральными органическими ингредиентами. Органическими ингредиентами. Так что никакой чрезмерной прозрачности речи идти даже не может. И многие женщины почему-то думают, что осадок в духах это признак подделки. Однако специалисты утверждают, что обратное, на небольшой осадок допустим. И вот как раз чрезмерная прозрачность и чистота может означать, что используют запрещенные растворители, которые растворяют даже песок и грязь. Но из-за одной вызывают аллергии, высыпь на коже, то есть вредны для здоровья. Следующие три признака относятся исключительно к дорогим французским духам. Шлейф, букет, раскрываемость на коже. Шлейф это тончайший, неуловимый, едва слышимый и ощутимый аромат женщин, который манит нас и заставляет терять голову. Женщина ушла, оставила после себя шлейф как свою ароматическую тень. И мы, конечно же, понимаем разницу между этими почти незаметными кружевами ароматного шлейфа дорогих французских духов и с ног шибательным, тяжелым запахом дешевых подделок, от которых першит в горле, мутится в голове, тошнит, колбасит. И когда надушенная дешевыми подделками женщина входит в помещение, сразу хочется проветрить это помещение. И не дай бог попасть с такой женщиной в лифт. Обморок обеспечен. Остерегайтесь подделок. Подделки могут вредить не только здоровью, здоровью сильно надушенной женщины, но и всем окружающим вокруг. Это как на пачке сигаретной подделки. Остерегайтесь. Букет. В переводе с французского букет это смесь. В остальных языках это не просто смесь. И мы поднимаем под этим словом именно красиво оформленную смесь из различных цветов. Букеты мы дарим в особых случаях. И привыкли относиться к ним с восхищением. В прекрасном букете может быть совсем немного цветов, как в дорогих духах. Это цветочные композиции, где каждый цветок является особенным. И другие цветы лишь оттеняют его красоту. Зато все вместе цветы выглядят очень гармонично и прекрасно сочетаются друг с другом. И описание духов включает в себя перечисление ароматических нот. Из этих нот и состоит букет аромата. И дорогие французские духи имеют немного 5-7, ну более там 10-12 нот. Дешевые подделки не имеют четко различимых нот, составляющих букет. Поэтому французы называют такие парфюмерные жидкости мельфлёр. Что означает тысячи цветов. Дешевые подделки это просто приятно или плохо пахнущие жидкости. Абсолютно неразличимым и неопределимым ароматом. И вот наконец мы подошли к шестому пункту, признаку подделок. Это раскрываемость духов на коже. Что же это такое? Духи словно застыли во флаконе. В своей хрустальной темнице. И когда мы их нанесли на кожу, произошла встреча. Они проснулись и ожили. И заиграли на коже всеми оттенками аромата. Свежие цитрусовые верхние ноты. Вначале уступают место сердечным нотам. Цветочным и немного пряным, тёпным, ванильным. Аромат дорогих духов словно музыкальная симфония. Звучит во времени, раскрываясь на коже. И конечно, через несколько часов сердечные ноты тоже раскроются. И сквозь них поступают текучие, тяжелые ароматы дорогих, драгоценных породов, дерева, сандалов, акации. Или животные, будто мускусы, амбры. В дешевых подделках нет раскрываемости. Они словно приклеены к картинке. Не имеют глубины. И поэтому не меняются никогда. Дешевые подделки будут пахнуть совершенно одинаково. Что в момент нанесения их на кожу, что через несколько суток. Они не раскроются, подобно бутону живого цветка. И не увянут. Оставив после себя тончайший шлейф. Это как распустившийся цветок. Он сначала даёт яркие рамы. И увидает. Он умирает. И запах пропадает. На этом я хотела бы закончить перечисление шести признаков. Я хочу повторить. Это именно те признаки, которые я применяю для своего выбора. Для выбора своего парфюма. И для истинно подлинных французских духов. Чтобы их отличить от дешёвых подделок. И я надеюсь, что эта информация будет кому-то интересной и полезной. Подписывайтесь на мой канал. Будет ещё интереснее. Ставьте лайки. С вами была Ирина Грицкая. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»